приветствую всех у себя на канале сегодня у нас на обзоре вас 2109 так называемое исполнение скиф потому что она идет с прицепом в оригинальной коробке на коробочке мы отдельно потом поговорим и это не может не броситься в глаза в жутко зачем мелом состоянии просто можно сказать особенно прицеп убитый цинковой чумой хлам покупал я ее новой обидно конечно даже страшно доставать из коробочки такое ощущение что если не так выдохнешь я не дай бог чихнешь на эту модель вы посмотрите как его весь вывернула прицеп если чихнуть думаю то вся краска просто как задуванчик а слетит у самой модели вот даже потрескалась рамка лобового стекла двери двери выгнула сейчас посмотрим при ближайшем увеличении крыша тоже вся в трещина вообще рамку вот заднего стекла и заднего заднего бокового треугольника его выдавила выдавила аж из машины и страшно поправлять обратно думаю непонятно это чем может закончиться в коробке есть прорези специально чтоб модель была зафиксирована видимо чтобы не передвигалась как бы тем самым чтобы не болтался прицеп за счет того что модель удерживается в коробке но в сравнении с той же если восьмеркой был предыдущий обзор то тут насколько я знаю исполнение есть либо просто девятка либо девятка со скифом там просто две дырочки они есть и на восьмерке в районе ниши под запаску в багажник и там цепляется этот крюк а вот интересно что восьмерка модель она выпускалась в исполнении также даже пикап такое крайне оригинальная и кабриолет и сама модель вас 2108 то есть в живом исполнении настоящем исполнении в исполнении как кабриолет шел на экспорт под названием наташа он назывался экспортное исполнение и также он небольшое время поставлялся на российский рынок в розничную продажу у нас советский союз потом в ссср но не снискал не снискал популярности можно сказать вообще был провальным потому что кабриолеты и тем более крыша там была наполовину без электропривода в общем не пошла у нас эта модель вот что касается оригинальной коробочки на эту модель вот так она выглядит сама раскив но вы посмотрите насколько это просто она сделана то есть даже нет никаких клапанов у самой коробки не говоря о том что даты производства штампика какого-то то есть просто картонная коробка и по сравнению с обычной моделью вот как мы привыкли там еще как минимум должно быть два клапана помимо этого еще и артикул с ценой самара вот скиф написано по-английски сзади давайте еще раз напоследок посмотрим как модель выглядит в оригинальной коробочке да еще раз повторюсь конечно очень обидно когда собственноручно купленные модели так чумеют в хлам вот в такой превращаются ну пусть будет я не думаю что прям совсем ее разорвет на части думаю раз она уже столько лет простояла то еще проживет на обзоре у нас будет дальше 99 из вазов ского семейства и десятка все всем спасибо до свидания до новых встреч у меня на канале